Привет, друзья! Мне очень понравилось, я посмотрел вчера в ютубе, как с Далай-Ламой встречались наши учёные и говорили о медитации. И оказывается, наши учёные имеют там научные исследования, что такое медитация. Это очень интересно. Я, конечно, желаю директору Института мозга больших успехов в этом направлении. И вот сейчас я хочу сказать, как я понимаю, пустотную медитацию и направленную медитацию. Пустотная медитация – это то, чем мы занимаемся в нашей школе Человек будущего Homo Futurus. Это нулевое состояние, это нейтральное состояние, в котором эмоции не сопровождают мыслительный процесс. О чём бы вы ни думали, а эмоции не включаются. Но это как бы располовинивание двухполовинного мозга, временное такое, функциональное. Пустотная медитация – нулевое состояние, которое в последнее время учёные в мире называют ещё и дефолтом работы мозга. То есть, когда вот человек освобождён от всякой задействованности в какую-то деятельность, и в конечном счёте, когда он такой глубокой задумчивости, как девочка на уроке затумывалась от усталости, глядя в окошко и ни о чём как бы не думает, вот этот момент – пустота, когда как бы ты ни о чём уже и не думаешь. Пустотная медитация. А направленная медитация, я уже говорил об этом, это может быть вот это состояние нирваны, о котором говорил Будда и методом достижения, который является медитация. Вот это состояние нирваны – это то же самое нулевое состояние полного равновесия психофизического. А вот направленное состояние нулевое – это когда ты занят какой-то деятельностью, настолько в неё погружён. Об этом говорил Чинскен Михаи. Ещё раз повторю об этом. Чинскен Михаи говорил о потоке. Оказывается, вот оно как. Если ты в молитве так погружён, то ты в молитве погружён. А если ты в рисовании погружён, то ты в рисовании погружён. Погружён, и тебе помогает как бы Вселенная, как я говорю, и тебе как будто твоей рукой ведёт как будто сам Бог. Это как раз-таки пустотная и направленная медитация, по моему мнению. Да, я бы очень хотел поговорить с директором Института мозга, потому что я дружил с Бехтелевой, с Натальей Петровной. Я даже в последний раз, когда мы встречались, подарил ей свою книжку 96-го года «Защита от стресса». «Как управлять?» Нет-нет, «Защита от стресса» называлось название, а дальше называлось так. «Как сохранить и реализовать себя в современных условиях». Мне очень понравилось, как Далай-Лама об этом говорил. Посмотрите, пожалуйста, это видео о встрече, значит, наших учёных с Далай-Ламой. И говорили о медитации, и о медитации как бы постсмертной. После смертной медитации я бы мог помочь директору Института мозга своими тоже предположениями, своей теорией, что человек по природе творец, и поэтому, когда он снимает зажимы, например, с помощью нашей синхрогимнастики, он легче выходит на эту медитацию, потому что очень многие люди занимаются медитацией и не всегда понимают, почему у них не получается. А у 30% легко входят в медитативное состояние, и бездумие, и нуля. Они просто не знают, что они могли бы применить это в потоке, перенаправить это в внутридеятельности какой-то. Я бы мог дать советы, как это делается, и подсказать тем монахам, которые там и в Тибете, и в этих лабораториях научных, в сотрудничестве с нашими учёными, занимаются этой медитацией, потому что у самого метода медитации, а слово медитация вообще-то в переводе – это размышление, да, в самом методе медитации очень много есть недоработанного, потому что это же тысячелетие, тысячелетие, а сегодня 21 век, они ключа не знают, они не знают метода ключа, как снимать зажимы, как раскрепощаться, как выходить на состояние нуля и на состояние творческого вдохновения в потоке. Да, вот это очень всё интересно, поэтому задавайте, пожалуйста, вопросы, пишите это в лайках, подписывайтесь на наш канал, я буду об этом рассказывать, и много даже показывать, как это делается, и смотрите наши ролики, и там очень много роликов и для новичков, и ликбезы наши бесплатные, как снимать стресс и превращать энергию стресса, как трамплин для новых достижений, как из нуля выходить в поток, и как вообще получать этот ноль, дефолт мозга, да. Это очень всё интересно. До встречи, друзья.